Хочу обратить ваше внимание на один из крупнейших модельных интернет-магазинов HOPI DNUA. Ассортимент магазина рассчитан как для юных моделистов, так и для взрослых дядек. Здесь представлены различные товары на любой вкус и кошелек. На сайте можно найти как традиционные классические модели, так и редкие и эксклюзивные. Также присутствует огромный выбор сопутствующих аксессуаров, инструментов и модельной химии. Система фильтров поиска товара поможет сэкономить ваше время, а квалифицированный персонал магазина оперативно обработает ваш заказ и отправит в любую точку земного шара. Оказав в заказе промокод, указанный в описании к ролику, гарантированно получит скидку 7%. HOPI DNUA. Это твои увлечения. Всем друзьям большой привет. Продолжаем работу на DRM Mad Max World. Она уже подходит к концу и в этой серии я планирую построить вот такой вот вертолетик. Начнем с первого этапа. Будем собирать двигатель. Походу, наверное, будем его и подкрашивать. Короче, посмотрим. Так, ну вот вроде бы первый этап закончен. Двигатель готов. Выглядит он таким вот образом. Я его уже покрасил. Здесь нет никаких не везерингов, ничего. Просто тупо покрашенный двигатель. Все остальное будет с ним прозводиться чуть позже, если будет. Значит, собиралось все достаточно просто. Единственная тонкость это то, чтобы эти выхлопные патрубки примерно совпадали с тем, как на рисунке. Ну, вроде бы, как бы, знаете, немножко похоже. Ну, а там, конечно, посмотрим, чем мне это грозит и как это выльется в дальнейшем. Да, ну и чтобы вы примерно представляли размеры этого двигателя, как бы, в натуре, вот уже поставлю чисто для сравнения знакомую вам модель мотоцикла. То есть мы видим, да, что двигатель, ну, казалось бы, небольшой вертолетик, практически такой, как мотоцикл. Ну, как коляска, так точно. Собрал я следующий этапчик. Здесь у нас получается панель управления, панель приборов и сидушка. Ну, сидушка сама по себе элементик, ничего не собиралось. А эти все элементы собирались из определенного количества деталей. Я не стал ничего красить в этот раз, потому что эта панелька будет у меня черная. Затем придется как-то эти приборчики чем-то выделить. Пол будет в цвет кузова. Еще не решил того, в какой покрашу. Сами ручки управления будут согласно инструкции выкрашены. Сидушка будет у нас лифковая или хаки. Посмотрим как-нибудь так. И что еще хочу сказать, что нашел я для него пилота. Он будет так сидеть, когда так будет управлять. То есть мой вертолет не будет просто так вертолет. Он будет действительно управляться. Сделал очередную детальку. Честно говоря, она какая-то незадачливая, что ли. Во-первых, нужно было приклеить эту маленькую часть и она приклеилась со ступенькой. Непонятно почему, но, короче, было совсем не хорошо. Пришлось немножко зачистить, потом нанести шпаклевку, потом снова затереть. Посмотрим, как это будет выглядеть. После покраски, грунтовать не буду. Посмотрим, после покраски будет это видно или нет. Если сильно будут бросаться в глаза, но что-то буду думать. Вот такая вот деталька. Опять-таки, по идее, сюда нужно собирать уже сделаны мной ранее панель управления, панель приборов, сидушку. Но пока идет период сборки. Оставлю ее как есть. После покраски приклею на место те детали, которые я только что упоминал. Очередной этап готов. Это этап 4. Как видите, такая вот интересная ажурная такая конструкция. Здесь всего три детали. Две боковинки и вот внизу соединяющая. Соединяющий соединитель такой. Очень интересная деталька. Мне нравится. Как-то так прикольненько. Сюда будет становиться двигатель. И вот, если посмотреть на инструкцию, из-за этого двигателя я до конца не смогу собрать то, что хотелось. То есть, мне бы сейчас еще поставить верхушечку, но верхушечку я не поставлю из-за этого двигателя. Поэтому придется, наверное, мне сейчас я посмотрю, поставлю вот эти части. Вот это может быть то, что мне не будет мешать дальнейшей установке двигателя. И все это в комплексе покрашу. А потом уже поставлю двигатель. Но эту деталь придется красить отдельно и уже устанавливать после двигателя. Такая небольшая сложность. Итак, добавил несколько деталек. Во-первых, вот эту детальку. Это рули высоты, наверное. Я не знаю, врать не буду. Не слушайте меня. Но говорит всякий бред. Короче, эту штучку приклеил. И затем приклеил вот эту вот деталька. Какая-то палочка. И тут одна перемычка. И смысл в чем? Что ни для вот этой детальки, ни для вот этого ряда перемычки нет никаких опознавательных знаков, куда их клеить. Никаких посадочных мест, никаких указателей, ничего нет. Поэтому, ну, как мог сверялся с инструкцией. Приклеил, как приклеил. Дальше в этом этапе еще нужно было приклеить задний винт. Но я его специально не клеил. Клеить не буду. Я хочу попробовать как бы изобразить его в полете, что ли. Поэтому из прозрачного пластика вырежу круг. Ну, как-нибудь там, не знаю, нарисую якобы вращающийся винт. Где-то на каких-то каналах видел. Люди таким образом имитируют крутящиеся винты и пропеллеры для там самолета. Посмотрим, что у меня получится. Ну и дальше нас по инструкции. Пособираем все эти элементы, которые можно собрать до покраски. Вот эту часть. Затем топливные баки. Возможно, лыжи, вооружение. Короче, я соберу все, что можно будет собрать до того, как заниматься покраской. Так, ну что ж, давайте потихонечку начнем красить. Конечно, есть еще что пособирать. Но, честно говоря, надоело мне уже клеить. Хочу немножечко красить. Поэтому покрашу то, что есть. Остальное буду собирать и докрашивать уже по ходу пьесы. И перед тем, как начну красить. Хочу еще обратить ваше внимание. Вот это вот деталька. Вот такая с ружками. Вроде бы, как бы, я ее ставил правильно. Вот если посмотреть на инструкцию. Вот она, видите, ружками в сторону кабины. То же самое и здесь. Если вы посмотрите, вот эта деталь тоже ружками в сторону кабины. То есть, как бы я поставил ее правильно. Но, если смотреть на схему окраски, то вот эта деталь, я так подозреваю, что ружка меда идет от кабины. На нижнем тоже самое. Чему верить, кому верить, непонятно. Ну, раз уже взял схему окраски. Как я говорил, выше буду делать американский вариант. Почему? Потому что он такой, мне кажется, более красочный, более интересный. То есть, видите, здесь низкой бены красный. Кусок хвоста желтая. Ну, а сам корпус. Посмотрите краски, что у меня есть. Может быть, это будет что-нибудь типа хаки. Что-нибудь такое. Не знаю. Посмотрим сейчас. Ну и, как помните, стекла мне не будет. Решил я, что до тех событий, которые происходят у нас на диораме, стекло просто не дожило. Итак, покрасил я то, что можно было покрасить. Значит, что здесь такого из интересного? Это сделал панель приборов. Выделил эти приборчики просто тупо белой краской, методом сухой кисти. Ничего не вырисовывал. Так прошелся. И, я думаю, для системы сатрового масштаба нормально. Дальше. Здесь двухцветие. Красненькое вы видите. И зелененькое скрыто под масочкой. Масочку еще не снимал. И масочка еще есть вот здесь вот на хвостике. Здесь тоже желтеньким покрашено. И сейчас еще пока закрытая маска. Пока снимать не буду, потому что будут еще детальки. И, возможно, даже из аэрографа буду их красить. Поэтому пускай масочка будет. А так, в принципе, такими цветами я красил. Значит, черненький. Это черненький. FX1. Тогда дальше... Значит, сидушечки решил украсить вот таким вот. FX78. Это какой-то деревянная палуба. Вроде как бы так называется цвет. Значит, желтеньким, которого здесь не видно. Но это желтенький. Такой у нас получается. FX3. Красненький, который видно. Это вот красненький. FX7. Ну и самое такое основное. Самый основной цвет, который как бы все-все-все-все-все покрывает весь вертолет. Это я выбрал вот такой. FX13. Какой-то. J.A. Green. Что-то я подозреваю. Это какой-то зеленый японский, скорее всего, какой-нибудь. Вот. Да. И... Значит, там педальки. Ну и плюс еще раньше был покрашен двигатель. Это вот X11 Chrome Silver. Вот пока такие красочки я использовал. И сейчас я, наверное, вот это все попробую. То, что можно собрать. Попробую собрать воедино. Вот и собрал я воедино все покрашенные части стрекозы. За исключением топливных баков. Почему? Расскажу. Дело в том, что сделал я небольшой косяк. Дело в том, что когда я откусывал вот эти боковинки, две одинаковые, откусил я случайно. Вот здесь, наверное, плохо видно. Она совсем маленькая. Ну, короче, часть этой детальки я откусил. Все это я заметил. Приклеил ее обратно. А затем, когда вот это все там красил, клеил, короче, она отпала. Я ее потерял. И, честно говоря, не заметил тот момент, когда это произошло. И ее найти, восстановить невозможно. И получается, сам хвост к кабине должен был крепиться на шести точках. Но у меня он крепится на пяти. Ну, как бы, это особо не играет роли. Хвост держится хорошо. Но, но. Вот эти топливные баки. Здесь, видите, вот есть отверстие. Одно здесь, второе. Так вот, на том кусочке, который отпал, было посоточное место под это отверстие. То есть, с одной стороны, вот оно. Оно есть, а с другой стороны, его нет. Поэтому я сейчас, как бы, приклею это, приклею. Это уже получится у меня, по идее, три точки, а не четыре крепления этих баков. Но, если я их сейчас приклею, то я бы не показал этот досадный косячок. А так, я как бы все сделал, показал вам косяк. И теперь я приклею эти топливные баки на место. Где-то как-то так. Сейчас посмотрим. И буду продолжать собирать клей эти части, до которых я еще не добрался. Поставил топливные баки на свое место. Все стало хорошо. И продолжаем нашу сборочку. Продолжаем нашу сборочку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok